Интеррадио И напоминаю, телефоны нашей студии 429-7635 И рекорд города Скроменто 916 Также вы можете воспользоваться скайпом Имя в скайпе iBradTV Итак, приветствуем вас, братья, и внимательно слушаем Приветствуем, кто нас сегодня слушает, смотрит, приглашаем на эту передачу Она, как уже было сказано, идет в открытом эфире Можете звонить, дозванивать и участвовать в ней Задавать вопросы, советовать, давать духовные советы, наставления Потому что мы всегда призываем и поощряем тех людей, которые имеют духовные советы Чтобы делились своим опытом и передавали таким образом духовные наставления другим Потому что молодым необходимо принимать духовные наставления от других Их телефон студии 429-7635 Знаете, хорошо, когда мы живем сами и как-то на своих ошибках учимся Но лучше, когда мы учимся на ошибках других Поэтому будем не лениться, будем звонить, чтобы дать добрый совет, полезный совет, дельный совет, духовный Для того, чтобы другие могли обойти те острые углы и обойти ямы, чтобы в них не попасть А в начале передачи мы совершим молитву для того, чтобы Господь благословил вот этого служения Господь, мы обращаемся к Тебе в этот час Мы просим благословения на радиослушателей, благословения на всех, кто участвует в этой передаче Благослови, чтобы слово Твое было солью, с назиданием для нашего духовного роста и для Твоей славы Наш вечный Бог, Отец иный Дух Святой. Аминь Сегодня вместе с вами хочется поднять такую тему, которая называется «Подражание». Подражание. Что это такое? Какие бывают подражания? Что нам необходимо делать? И что нам желательно не делать в плане подражания? Когда мы за кем-то идем, когда мы копируем кого-то или когда мы хотим, чтобы казаться на кого-то похожими? Кстати, это слово «подражание», я смотрел объяснение, и многие находят разные корни или разные исходные этого слова Одни утверждают, что подражание вышло со слова «дорога», то есть подражать, идти вместе или за кем-то Другие говорят другое. В одном мы можем сойтись, это в том, что подражание – это имитирование, то есть копирование кого-то в чем-то Как правило, копирование внешнее, поведение, слова, копирование в действиях, копирование в эмоциях, то есть человек повторяет что-то Мы знаем, что дети, как правило, когда растут, развиваются, они только общаются в семье Они в семье растут или в детском саде, где они развиваются И вот они подсознательно копируют поведение других детей, других людей, взрослых, нянечек и так далее Поэтому, когда мы отдаем детей в детский сад, то нам необходимо посмотреть, что же там за воспитатели Потому что дети будут домой приходить и повторять то, что воспитатели им сказали, сделали, как они себя повели Как отреагировали на повышенных тонах или пониженных Все это дети будут повторять, как маленькие магнитофончики, они будут копировать То есть дети повторяют и это естественно Поэтому дети это продолжение родителей Поэтому сказано, что Бог наказывает до четвертого рода Каким образом? Если родители ведут неправильный образ жизни, то это передается детям Дети впитывают неправильный образ жизни Впитывают лицемерие, впитывают неверность, впитывают неверие, впитывают раздражение и так далее То есть если родители живут неправильно, беззаконно, то это беззаконие внедряется в чистое сознание детей и становится их нормой. Дети, вырастая, будут копировать. Потом удивляются, как же так, ну почему же это, откуда же это пришло? Вот, как же так, Бог вроде бы как не наказывает. А есть естественный процесс. Если родители так научили, то дети, вырастая, естественно, будут повторять в жизни то, что они видели у себя в доме. Вот, подростки, мы знаем, уже выходят на улицу, начинают копировать друзей, соседей, ходят в школу, школьников копируют, учителей копируют. Что-то, Вася, улыбаешься. Наверное, было такое, да? Мне кажется, у каждого подростка такое было когда-то. У каждого, да. У каждого человека, да. Да, это мы делаем наш такой природный, скажем, стимул есть или позыв. Вот мы хотим за кем-то идти, особенно те, которые чуть-чуть старше нас, и уже посмотреть, и уже сделать, подтянуться, то есть вписаться в общество. Вот далее уже молодежь и уже люди зрелые, в возрасте, они тоже копируют кого-то. Ну, они уже копируют немножко по-другому, не так открыто. Но все-таки у них есть свои, можно сказать так, кумиры, которым они поклоняются внутри себя. Вот, они говорят, как те кумиры, на кого они смотрят. Они одеваются так, они ведут себя так, живут так, подражают в стиле жизни, в разговорной речи и так далее. То есть люди копируют. Хотят они этого или нет, подсознательно, может быть, не отдавая себе отчета, люди копируют других. Вот, находясь в обществе, это естественная, так сказать, среда. Если человек вырос, например, среди животных, он будет копировать животных. Если он вырос среди каких-то бандитов, какой-то разрадного криминального общества, он будет копировать и разговоры, естественно, и повадки в нем будут такие. А если человек вырос в парниковых условиях, никогда не соприкасался с трудностями, то есть он будет такой, да? Мы понимаем, что люди подражают сознательно или не сознательно, подсознательно. Вот мы ходим в церковь, Ром, да? Вот многие верующие ходят. Должны ли мы как-то копировать кого-то в церкви или найти себе того человека, которого мы должны копировать или имитировать, или подражать кому-то? Я думаю, что на этот вопрос есть два ответа – и да, и нет. Вот, конечно, ответы такие не строго очерченные, но мы постараемся посмотреть, как же все-таки это происходит. Вот, должны ли мы копировать друг друга в церкви, или если должны, то кого? Ну, во-первых, сразу можно сказать, что мы копируем друг друга, то есть мы копируем традицию. Вот обратите внимание, церковь, она примерно похожая. Все люди в церкви одинаково одеты, одинаково обуты, одинаково говорят, одинаково причесаны, одинаковая одежда. То есть люди копируют, люди копируют, люди подражают друг другу. Откуда это идет – это уже другой вопрос. Но люди копируют. То есть они пытаются быть такими, не выделяться. Я понимаю, что у нас есть культурные, мы на сегодня культурные верующие, не столько духовные, сколько культурные. Вот форма одежды соблюдается, форма в служении соблюдается, то есть формальные верующие сегодня это приветствуется. Почему? Потому что это перешло из католицизма, пришло нам, наделило это православие, и мы сегодня это празднуем, выдаем это за свое. Хотя вообще-то ученики так не жили, Первая Церковь так не жила. Но так как мы нам передали это предки наши, деды наши, неправильно передали, «Ну, мы в этом уже живем, мы в этом варимся». И это мы считаем за эталон. А этот эталон, конечно, перешел из этого мира, там была смесь. Смесь этого мира, смесь немножко из Библии, немножко светского, вот пения и так далее, и тому подобное. Вот это все пришло из мира. Сегодня это празднуется, чуть ли на первом плане стоит, что пение должно быть во главе угла. Вот если пений нет, что тогда это за церковь? Я как-то слышал, два человека разговаривали, один приглашал другого к себе в церковь, а тот спрашивает, «А у вас хор есть?» Думаю, насколько у человека искаженное понимание вообще христианства. Причем тут хор вообще? Среди учеников Христа хора не было. Ну, разве можно сказать, что у него была неправильная церковь? Самая правильная. Вот, но мы не видим, что у них был хор, или там группы прославления, или... Это неплохо иметь, но это не главное. Это далеко не главное. Вот, ученики тоже пели, пели как могли, собрались и пошли попели на гору, и из горы, и так далее. То есть, пение есть, но это не должно руководить людьми, это не должно управлять церковью. Но сегодня, к сожалению, мы уже далеко зашли, и люди уже по инерции, вот, неправильно навязанные идеи принимают за эталон, и поклоняются, и копируют, и подражают. Ну вот, мы сталкиваемся с... Приходим в церковь, да? Как я уже сказал, люди в церкви... Можно даже определить, с какой человек в церкви, потому что разговор будет выдавать. То есть, человек будет говорить на определенные темы. Или будет не говорить, избегать будут определенные темы, потому что в церкви об этом говорить нельзя. То есть, человек подражает, подражает, точно так, как в семье дети подражают родителям, и выдают разговор. В каждой семье, практически в каждой семье, есть определенный стиль разговора, акцент на какие слова. Небольшой такой, скажем, мини-диалект. И вот дети, говоря, если прислушаться, то можно определить, что они говорят на каком-то маленьком мини-диалекте, выражаются по-своему, выражают свои мысли, свое мнение. Почему? А потому, что так их научили родители. Точно так и в церкви. Мы люди все верующие, но мы ограничены церковью церковными рамками. И мы все мыслим в рамках вот этой церкви, в рамках формы, в рамках религии, которая находится в этой церкви. И следует ли этому подражать или нет? Но, к сожалению, если человек не будет сознательно блокировать и сознательно оберегать себя от этого, он будет идти на поводу толпы. Он не избежит неподражания. Он будет подражать. Автоматически будет. Как мне понравилось, один пастырь ответил человеку, который задал ему такой вопрос. Говорит, что мне нужно сделать, чтобы попасть в ад? Он говорит, что тебе делать абсолютно ничего не нужно, и ты туда попадешь. Поэтому и подражание. Подражание людям, подражание обществу. То ли это религиозно, то ли не религиозно. Не так это важно. Человек будет подражать, автоматически будет подражать подсознательно. Так как он находится в обществе, то это на него общество влияет, давит. Это сегодня ни для кого не секрет. То есть, если вы хотите стать как общество, попадите туда, и вы такими станете. Худое сообщество развращает, доброе не развращает. Доброе, конечно, добрых обществ опять-таки масса. Сегодня очень много конфессий, динаминаций, религий, разных-разных. И человек решает, кем я сегодня хочу стать. Вот кем сегодня модно быть. Просто быть учеником Христа, это уже не совсем модно. Это незаметно. А вот надо чем-то выделиться в обществе. Вот чем выделиться? Чем бы отделиться? Чем бы выразить или подчеркнуть свою какую-то набожность? И, к сожалению, люди этим занимаются. Опять-таки думают, что это незаметно со стороны. Вот удивительно просто, когда, знаете, дети приходят к родителям, начинают так вот, что-то плохое сделали, а начинают так прям стелить, начинают так прям говорить, как будто ничего этого нет. А взрослые смотрят и говорят, ну, это же все белыми нитками шито. То есть, это видно. И сегодня верующие, к сожалению, стараются прикрыться вот такой формальностью, прикрыться формой одежды, прикрыться каким-то названием. И таким образом они подражают. Таким образом они идут на поводу общества, на поводу толпы, на поводу людей друг за другом идут. Сказана, ну, такая поговорка, я еще слышал, с кем поведешься, от того и наберешься. То есть, будешь похож на такого же человека. Да, вот скажи, кто твои друзья, и я скажу, кто ты. Абсолютно верно. Вот посланник Ефесянам мы читаем такую фразу, 5 глава, 1 стих. Она... 4 глава. Нет, 5 глава, 1 стих. Да, с 5 главы будем читать. Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленные. Подражайте Богу. Оказывается, подражание, в принципе, это хорошее дело. Вот. И мы, как люди, которые оказались здесь на земле, в какой-то момент родились, в какой-то момент мы выросли, понятно, что собственного знания правильного у нас никогда не было. Не было. Мы впитываем знания откуда-то. То ли от общества, то ли не от общества, но они к нам приходят в наше сознание, в наше сердце, и там уже откладывается по полочкам. И вот апостол Павел, будучи движим Духом Святым, пишет Ефесянам и говорит, подражайте Богу. Подражайте Богу. То есть верующие должны подражать, должны копировать Бога. Вот должны воспроизводить то, что делает Бог. Что значит копировать? Ну вот дети бывают, играются так, да, взрослый человек идет, а дети идут за взрослым человеком, стараются так шаг в шаг идти, копируют, как тень. Так вот верующий человек, чадо Божье, дети Божьи, они должны копировать, копировать Бога, копировать Его слова, копировать Его мысли, копировать Его дела, воспроизводить. Если я сегодня не воспроизвожу, если в моей жизни нет того, что делает Господь, значит я не подражаю Ему. Опять-таки мы сталкиваемся сразу с таким, я же верующий. Вот верующие на этот момент мы пока отложим в сторону. Не будем вообще говорить, верующие как эталон, потому что сегодня за этим словом прячутся многие люди, я верующий. А что такое верующие, это никто не знает. Ну верующие все, вот хожу, вот молюсь, вот читаю. Даже крещение принял. Ну и что? Подражаю ли я Богу? Во-первых, чадо возлюбленное, рожден ли я свыше? Вот это нужно ясно, определенно знать, рожден ли я. Если я не рожден, у меня не будет стимула подражать Богу. А зачем? А зачем? Я же грешник. Я могу ходить в собрания, но если я себя считаю грешником, мне никогда и в сознании не придет подражать. Ну зачем буду подражать? У меня не получится. Но если я чадо Божие, да если еще я возлюбленный, ну это уже, это уже что-то. Это от этого фундамента или от этой точки уже можно оттолкнуться и дальше пойти. Итак, апостол Павел пишет и обращается к верующим, к верующим именно рожденным свыше, к детям Божьим, и говорит, что вы должны подражать. Вы должны копировать Бога. У вас должны быть и целый перечень идет. Мы сегодня затронем, что же должно быть, какие качества у нас должны быть. Итак, вначале давайте посмотрим, как люди, как мы уже сказали выше, есть подражание людям, есть подражание Богу. Вот как выражается подражание людям, хорошее положительное подражание. Апостол Павел пишет Коринфянам 4 главе 16 стихом так. Тут так написано, посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Мы знаем, что коринфяне были верующие, правда? Хорошие были верующие, конечно, были свои проблемы, но тем не менее, они были рождены свыше. И апостол Павел говорит, я умоляю, упрашиваю вас. Не просто, ну знаете, братья и сестры, неплохо было бы, если бы вы когда-то так вот, ну, помечтали подражать Богу. Он говорит, братья, подражайте. Он говорит, подражайте мне, как я Христу. Апостол Павел имел такую силу, имел такую власть сказать, что подражайте мне. То есть он уже жил так, это возможно жить, возможно подражать Богу, возможно подражать Христу, возможно подражать Писанию, то есть жить по Писанию. Мыслить так, говорить так, делать так, чувствовать так, поступать так, переживать так, защищаться, обороняться и так далее. Вот именно как учил Христос. Это возможно. И сегодня пастыря должны являться эталоном подражания, эталоном. Точно так, как апостол Павел, тот, который приходил и приносил чистое учение Христа без искажения, он говорит, я живу этим писанием. Я не просто рассказываю. Обратите внимание, подражание – это не просто, ну, в словах как-то я выражаю свою веру в словах. Нет, я живу так. Я живу. Жизнь моя говорит, что я живу именно по Писанию. Я думаю, что в какой-то момент в христианстве была проблема вот в чем. Я думаю, за свою бытность, я помню такие проповеди, слышал я, что «дела нас не спасают». Да, действительно, «дела нас не спасают». Но вот этой фразой отбили у людей цель или отбили у людей желание делать дела. Дела-то нужны нам. Вообще-то Христос говорит, я вас поставил, я вас избрал, чтобы вы шли и что? Отдыхали? Нет, приносили плод. И чтобы этот плод не когда-то иногда был видим, а чтобы этот плод пребывал, то есть все время был и был и был и был. То есть мы, как христиане, должны работать, должны приносить какой-то плод, какой-то вклад во Христа. Ну, представь себе, Вася, у нас сейчас, мы сидим здесь в студии, через микрофон и говорим, и микрофон решает. Я вот только иногда буду включаться. Ну, может быть, там каждые 15 минут на 10 секунд включусь. И что бы это получилось? Ну, получился бы кошмар, что получились бы какие-то обрывки информации. Он бы не служил, не выполнял свое предназначение. Точно так и мы. Наша задача приносить плод. Какой плод? Как у Христа. Какие дела? Как у Христа. Да, у нас же пример есть. И пастырь церкви, это уже такое увесистое дерево, там с такими плодами, там и любовь, там и радость, там и мир, и долготерпение, и кротость, и благость, и милосердие. Он просто увесистый, аж ветки ломаются. Иначе бы он не был пастырем, иначе бы его Господь туда не поставил. Это то дерево, которое крепкое, выдержанное, с плодами, служитель, диакон и так далее, уже пошло немножко ниже. Это представители, скажем, элиты церковного общества, христианского общества. Это элита, по которой должны равняться уже все остальные. Апостол Павел пишет, подражайте мне. Могу ли я сегодня сказать, подражайте мне? Ну, в семьях мы должны это говорить детям, так как мы уже старше, и уже имеем опыт, уже имеем духовную какую-то зрелость. Мы должны говорить детям, смотрите на нас, детки. Посмотрите, у меня жизнь устраивается. Почему? Господь, я вот живу по Писанию, Господь благословляет. Детки, смотрите, сегодня в мире очень много разной заразы летает. Ну, скажем, в воздухе, пища там отравленная и так далее. Смотрите, я постоянно, вот обращаясь к слову, получаю исцеление. Потому что где-то вы что-то подхватите, это, ну, не без этого. И куда вы будете обращаться? К медицине, к врачам, к химии, к таблеткам и так далее. Ну, если нет веры, тогда уже туда нужно таким образом воспользоваться. Ну, вообще-то, посмотрите на меня. Это родители так говорят. Родители учат детей. Мы приходим к Писанию, как делал Христос, Он работает у меня. Таким образом, я это практикую в жизни, и я учу своих детей, как это практиковать, как это применять в жизни. Точно так мы смотрим за сердцем, потому что много искушений сейчас наваливается таких внутренних, внутреннего характера. Это и интернет, это и телефон, который у каждого в кармане, это и свобода разной-разной информации, она давит на человека. Это музыка, это в машине, это в школе, это везде. Негативная информация давит. Хочется заметить, что люди, как мы их называем, неверующие, они работают, не покладая рук, чтобы настроить или придумать какую-то новую каверзу для верующих, какую-то новую, вот такой трюк, чтобы так обмануть, чтобы так в сознании всверлить новую мысль поглубже, чтобы она там осталась. А верующие как-то душу нараспашку держит. Вот дверь открывает к любой информации. Ну, если там прочитали, я уже не говорю за негативную, да, вот христианская информация, очень много ложной информации летает в воздухе, очень много. И апостол Павел пишет, что неудивительно, сатана принимает вид ангела света, но неудивительно, что и служители будут выглядеть красиво. Поэтому здесь такая должна быть напряженная жизнь, что мы не просто должны ходить, смотреть невооруженным глазом, мы должны с биноклем, с микроскопом смотреть каждое слово, или каждую мысль, которая заходит в мое сознание. И вот мы, взрослые, уже учим своих детей, мы следим за своими мыслями, у нас уже характер поменялся, у нас нет вспыльчивости, у нас нет раздражения, у нас нет нитения, у нас есть плод. Какой плод? Как у Христа. Это же не для красивого словца написано, это написано для подражения, для того, чтобы мы сегодня имели то же, что и у Христа. Каким образом это происходит? Христос получил Духа Святого, и я получил, и я учу своих детей, как они могут получить Духа Святого. Дальше, как Дух проявляется во мне? И мы учим своих детей, как это проявляется. В церкви учит пастырь, родители услышали, они уразумели, как это происходит, как это совершается на основании Писания. Приходят домой и учат своих детей, они практикуют сами в жизни, и учат своих детей копировать их. Поэтому слова апостола Павла абсолютно неудивительны. Подражайте мне, как я Христу. Он подражал Христу. Вот благодать в нем работала. Интересный такой стандарт. Стандарт – это Христос. Я встречался с такими мнениями, думаю, ну Христос, да, высота. До Христа нам еще так долго идти, так нам трудно к Нему подойти. Вот почему такое случается? Вот как вот ближе подойти? Или как вот все-таки начать подражать? С чего начинать? К евреям мы читаем 13 глава 7 стих. «Помните наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Здесь автор послания к евреям подчеркивает, чему мы должны подражать – вере, вера. Опять-таки, вера, нужно сделать небольшую паузу. Это не просто нравоучение, это не просто вероучение, это не та вера, которая, ну просто вот мнение, или знаете, у нас такая вера, у вас такая вера. Это вера плюс дела равняется практика. То есть подражать я могу только тем, которые на практике доказали или показали плоды, плод Духа и много-много других плодов, о которых мы читаем. Там и святость, там и праведность, и много-много вот плод Духа, как он проявляется. И вот таким людям необходимо подражать, потому что у них вера есть. Сегодня очень часто люди путают веру с убеждением. Говорят, я убежден, и это выдает за веру. Вообще-то вера же от Бога, мы это знаем. Вера происходит от духовного слышания, от духовного слуха. Если я услышал Духом Своим, значит, я имею веру. Если я не услышал Духом, веры нет. Будет просто самовнушение, или будет какое-то собственное изобретение или имитация веры. Поэтому для того, чтобы подражать, необходимо посмотреть на дела. Христос говорил так. Если не верите Моим словам, то верьте чему? Делам. Дела. То есть, дела должны сопутствовать вере всегда. Если я сегодня говорю только, а дел не имею, то эта вера пустая. Она пользы никакой не приносит. Вот дела должны быть, которые подтверждают веру. И если дела есть на основании Писания, если эти дела есть плод Духа, и там качества расписаны, любовь и качества расписаны, другие проявления Духа и качества расписаны, если это все присутствует, то нам необходимо подражать таким людям. Нам необходимо научиться от них, как же они достигли такого уровня. Это не говорит о том, что у человека не будет других негативных качеств, недостатков. Каждый человек еще не совершен во всем. Он в чем-то усовершился, в чем-то еще нет. Апостол Павел за себя говорит, что я бегу. Он еще не прибежал. То есть, он бежал, он развивался, что-то оставлял. Он новое узнал. Оказывается, это грех. Оказывается, это не по воле Божьей. Оставил, оставил, оставил. Вот он двигался, прогрессировал. Он не говорит, что я уже прибежал, я уже сижу, жду, когда же придет смерть. Он не просил смерти, не ждал смерти. Он говорит, для меня лучше, конечно, перейти в новое измерение, но я, говорит, знаю, что я больше заработаю духовных каких-то там драгоценностей, если еще здесь останусь с вами. Поэтому подражание или копирование будет начинаться тогда, когда человек, на котором он будет иметь все эти плоды, качества. Качества Духа Святого. Во-первых, будет говорить, как написано, мыслить, как написано. Дела будут проявляться. Будет обязательно последовать практика, как мы читаем Писание. У веровавших же будут сопровождать знамения. Будут. А если человек уверовал, а знамений нет. Ну, вопрос возникает, во что же не уверовали? Апостол Павел пишет, я приходил и рассказывал вам веру не просто на словах, а, говорит, показал вам силу. Сила эта проявляется в действии. То есть, когда есть действие, когда есть дела, когда есть плод, это говорит о том, что есть вера. Вот таким людям нужно подражать. Ты увидел, что, например, человек, ну, разной ситуации, да? Вот у него проявляется то, что проявлялось у Христа. И ты говоришь, расскажи, как мне этого достичь. И вот он тебе рассказывает. Он может поделиться опытом. Я изучал, я дошел и рассказывает конкретно и шаг за шагом, как он пришел к истине. Он может объяснить, потому что у него проявляются дела. Он может объяснить. Если, допустим, я знаю таблицу умножения, и мне попался пример, я могу его решить. И кто-то посмотрит, надо же, решение. Удивительно, как это у тебя получилось? Наверное, ты счастливый человек. Да нет, я просто знаю математические правила. Это не просто я удачник какой-то или стечение обстоятельств. Вдруг как-то ответ совпал. Я знаю какие-то формулы, знаю какие-то правила, я их применяю, поэтому получается ответ. Вот точно так мы смотрим на людей, у которых этот плод Духа присутствует. Он есть, он есть. Вот таким людям необходимо подражать. А те люди, которые просто говорят, за них не написано, что им нужно подражать. Или они, скажем, говорят, и они просто добрые, душевно, как по-человечески. Очень много людей, которые, мы знаем, неверующие тоже могут быть добрыми людьми, правда? Не обязательно, если неверующие, это обязательно какой-то изверг. Не всегда. Поэтому иногда я вот слышал такую фразу, что, говорит, вот человек ходит в собрание, ну такой хороший. Осталось ему только покаяться, и все. А так вот он уже хороший. Ему осталось формальность, форму сделать, там помолиться, принять крещение и оставаться таким. То есть получается обман, что человек неверующий может быть в собрании, может делать такие дела, скажем, душевные, хорошие дела, но выдавать их за духовные. Со стороны люди посмотрят, скажут, верующий человек, плод Духа есть, он же добрый. То есть вот тут могут люди обмануться. Поэтому плод должен быть обоснован Священным Писанием. Такая у нас есть точная линейка. Мы можем подойти и померять, от Духа это или от Души. Да, как вы сказали, под микроскопом надо смотреть, действительно. То есть проверять до такой степени, а именно по слову проверять. Не просто как, если человек добрый, то я за ним пойду. Или ему буду подражать, и я буду добрым. А как он это делает, он это объяснить не может. Сегодня очень, как я уже сказал, много различных конфессий, много различных динаминаций. И вот разговаривая с людьми, они просто восхищаются. Говорят, вот такое было действие Духа. Я говорю, ну расскажите, что это за действие Духа, или что это за проявление такое. И вот просто смотришь, что человек, во-первых, очень плохо знает Писание. Смешивает Дух с Душой, смешивает вот эти качества, проявления, он не видит разницы. Говорят, проявление Духа. То есть он привык, вернее, услышал, что если сказал слово Дух, значит ты уже как-то выше других стоишь. Уже ты на правильном пути. Раз он употребил слово Дух, что это значит, он понятия не имеет. То есть он не может его объяснить, он никогда не касался этого вопроса. Он услышал, что люди говорят такую фразу. Вот я в Духе, что это в Духе, понятия не имею. Ну так люди говорят. И вот они говорят, было такое движение, было такое восхищение, вот приподнятое настроение и так далее. Когда начинаешь анализировать, то смотришь, что вот это влияние Духа, как они говорят, это всего лишь навсего какие-то новые эмоции, до которых они раньше не могли, которые им не знакомы. То есть это немножко выше того, что они имеют. Вот поэтому они зачастую выдают это за проявление Духа. И для того, чтобы нам не обольститься, необходимо опять-таки обращаться к слову. Это единственный эталон, единственные верные весы, которые могут выставить все на свои места. Итак, давайте мы обратимся опять к посланию Ефесянам, к пятой главе, и будем рассмотрим, как же нам необходимо подражать Богу. То есть до сих пор мы рассмотрели несколько вариантов подражения. Дети подражают родителям, это естественно, это нормально. Это подражание душевное идет или физическое. Дальше человек развивается, он уже подражает манерам, подражает каким-то мнением, говорит какие-то модные фразы, поют новые песни, какой-то новый ритм, какое-то новое проявление и так далее. То есть уже идет подражание обществу, какой-то такой теме, как люди выражаются. А верующие, в свою очередь, подражают тоже каким-то, нарисовали для себя, вырисовали какое-то движение и говорят, мы будем подражать, жить. Ну, знаете, подражание это, я думаю, каждому человеку нужно общество. Да, где-то мы подражаем, где-то мы стараемся быть похожими друг на друга. Но это земное подражание, это человеческое. Вот Писание нас призывает не просто подражать людям, а подражать Богу. Да, Бога, конечно, мы вначале узнаем через людей. Вот мы видим у людей проявление. Проявление. И, как я уже сказал, если человек не будет изучать Писание, то он может попасть в обольщение. Он может спутать духовные проявления с душевными. Они очень похожи. Помните, в Едемском саду было дерево такое, которое называлось «Познание добра и зла». Одно дерево, одно дерево, не два дерева. И вот оно давало познание и добра, и зла. Так что из этого мира можно выкачать какое-то познание доброе. Можно даже мудрость оттуда взять. И привнести, как бы пересыпать слова из Священного Писания мудростью человеческой, как приправой. И выдать. И люди скажут, вот это да, вот это сила. И человек неискушенный, конечно, скажет, ты смотри, вот это сила, вот это мощь. Этим сегодня пользуются те служители, которые выдают, у них есть свой управляющий, который выглядит как ангел света. И он своих служителей посылает, и он их учит, как изощренно, вот настолько хитро и с такими разными сетями, трюками уловить людей в свою волю. И люди, к сожалению, поддаются те, которые не следят ни за сердцем, ни за мы, не проверяют себя Писанием. И чтобы такого не произошло, будем обращаться всегда к Слову. И таким образом мы их разоблачим. Они в церквях, к сожалению. Они не где-то там, знаете, на базарах, в парках. Они, к сожалению, в церквях. Они носят чистые костюмы, выглаженные галстуки, они выходят и говорят красивые проповеди. Поэтому будем проверять, чтобы нам не попасть в обольщение. Итак, чему же мы должны подражать? Апостол Павел, обращаясь к Ефесянам, пишет, живите в любви. Вот сразу такой задается тон. Жизнь в любви. Теперь мы давайте, когда будем читать вот текст, дальше будем проверять себя. Вот то общество, в котором я нахожусь, или та церковь, или монастырь, или келья, или ячейка, куда мы там, где вы там оказались сегодня, не так важно. Вот то место, те верующие, среди которых вы живете, вот какой там тон, какое там направление такое центральное, общее, какое? Знаете, когда школьник приходит, или студент приходит в калыш и говорит, я буду изучать, например, физику. Но он не учит просто одну физику, он учит еще побочные материалы, учит физику так постепенно. Поэтому любовь, как это, знаете, предмет изучения, это центральный. И все, что изучается в этой церкви, это все будет направлено на любовь. Вот апостол Павел, все его учения, все его послания, в принципе, если так суммировать в одно слово, в одну строчку, это любовь. Это любовь. Христос говорит, весь закон и пророки в двух словах, или в двух заповедях. Люби Бога, люби ближнего. Любовь. Любовь, да, любовь во всем. А все остальное, оно же как бы помогает нам уразуметь, что же такое любовь, и как ее нам принять и проявить через себя. Итак, подражение Богу будет заключаться в проявлении любви. Проявление любви. Значит, я должен смотреть на Христа и смотреть, как Он проявлял любовь. Потому что нам тоже нужно проявлять любовь. К этому нас призывает Писание. Живите в любви, как и Христос возлюбил нас. Что значит возлюбил нас Христос? Христос не просто сказал такие ласковые, мягкие слова. Я вас люблю. Ох, как я вас люблю. Какие вы возлюбленные. То есть, это не просто такой душевный всплеск. Христос говорит, я вам принес жизнь. Я вам принес освобождение. Я вам дал слово, через исполнение которого вы сможете находиться в любви. То есть, практика идет. То есть, какие-то дела, какие-то плоды. Не просто на словах, но на делах. То есть, во-первых, это работа, скажем, над сознанием человека. Над разумом человека. Чтобы служение, жизнь была разумная. Иногда люди придерживаются неразумного служения. Вот их устраивает, когда разум выключен. Их устраивает так. Но я понимаю, что наступает болезнь всевозможная, когда у человека отключается разум. Вот он сознание теряет. Но это ненормальное состояние, это болезнь. И даже среди людей это не считается нормой. Но среди некоторых христиан это даже приветствуется, когда человек просто сознание теряет под влиянием гипноза. Говорят, это норма. То есть, Писание нас никогда к этому не призывает. Итак, жить в любви, это, во-первых, понимать Слово Христа. Потому что Христос говорит, пребывать в любви можно тогда, когда мы исполняем заповеди. А исполняем тогда, когда мы их понимаем. Через понимание и исполнение мы находимся в любви. Значит, жить в любви. Подражать. Давайте, я думаю, как бы мы будем составлять такой небольшой список для себя, пункты. Подражать Господу. Как? Во-первых, жить в любви. Не говорить, не мечтать, а практически жить. Интересно, если мы любим чего-нибудь, например, какую-нибудь вещь. Так мы к этой вещи или к этому человеку идем постоянно и как бы хотим рядом быть с этой вещью или пользоваться этой вещью, вот нравится нам, например. Или с этим человеком общаться, потому что мы его любим, этого человека. Вот живите в любви, то есть пребывайте в общении, пребывайте, ну как, как слово говорит, то есть уважаем мнение даже другого человека, когда любим, правильно? Любовь вообще-то направлена на другого. Вот, она чем-то служит, она чем-то делится, она помогает другим. Христос, говоря притчу о Самарянине, показал, что Самарянин ничего не поимел от того человека, который был избит разбойниками. Ну ничего не поимел, он все отдал. И в этом любовь. То есть любовь, когда живите в любви, это быть настроенным кому-то что-то давать. Помогать. Помогать. Не требовать, а отдавать. Вот, например, ну к примеру, да, я вот решу так, я буду подражать Богу. Каким образом? Жить в любви. Ну хотя бы я не буду навязываться. Хотя бы я не буду перебивать другого. Перебивать. Это же терпение, правда? Это уважение. Оказывается, некоторым верующим необходимо получить урок не перебивать другого. А почему перебиваем? А потому что мы думаем, что мы выше другого, мы лучше знаем. И поэтому перебиваем. А это уже не есть любовь. Даже если вы знаете больше, любовь никогда не будет перебивать. У любви есть не просто терпение, а долго терпение. Если не хватает долго терпения, значит мне нужно поработать. Господи, я еще в этом тебе не подражаю. То есть любовь, она, конечно, очень охватывает широкий спектр жизни. Ну, я буду идти немножко побыстрее, потому что у нас не хватит даже времени. Вот. Подробнее вы можете остановиться дома и порассуждать. Итак, жить в любви. Далее Христос говорит, вернее, апостол Павел пишет, что от чего нужно отстраняться. Подражение Богу выражается в том, что мы что-то должны делать и в том, что мы не должны делать. Вот написано, всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться. Именоваться – это произноситься. Нечистота. Всякие греховные вещи, греховные, чтобы намеки на какие-то греховные вещи, на плотские вещи. Написано, нечистота. Все, что связано с грехом, не должно именоваться. Сюда входят и сплетни, сюда входят и подозрения, сюда входят и какие-то грехи каких-то людей. А вот он, вот он упал, а вот он споткнулся, а вот он там еще что-то. Вот всякая-то нечистота, она не должна даже именоваться. Поэтому Писание нас призывает. Мы будем для себя делать еще одну такую зарубку сознания. «Так, всякая нечистота не будет иметь у меня места». Любостяжание, любовь к приобретению. Любовь к приобретению тоже именоваться не будет. Увеличение. Нам необходимые вещи нужны. Но здесь говорится о том, что человек любит стягать, любит приобретать. У него мысли направлены туда. И это цель его жизни – что-то приобрести, обогатиться, накопить. Вот больше, больше, больше. И об этом он говорит. Писание призывает к тому, что не должно именоваться. То есть, в словах, чтобы мы не произносили такие вещи. Дальше мы читаем. «Также сквернословие». Сквернословие. Апостол Павел пишет к верующим людям. О каком сквернословии идет речь вообще? Что это за сквернословие? Дорогие друзья, я хотел бы задать вам такой вопрос. Что же такое сквернословие среди верующих? Может ли вообще такое быть? Может, апостол Павел ошибся? Не туда написал? Может быть, забылся во время Писания? Писал вообще-то ефесянам, а написал каким-то, ну, в саду куда-то, чтобы сквернословие, пустословие, смехотворство, блуд, нечистота, любостяжательность, идолослужение. Он пишет верующим. Как же так? Что за сквернословие? Неужели верующие могут говорить скверные слова? Скверные. Что за скверные слова? Вот нехорошие, колкие слова. Это не обязательно слова, которые, вот мы думаем, вот только, которые неверующие используют. Да, у них свой лексикон, такой негативный, черный лексикон. И вот они его используют. Сквернословие не обязательно, вот слова оттуда. Можно подобрать из того лексикона, который используют верующие люди, и такую состроить, острую пику. И так можно уколоть. Вот это будет скверно. Вот это будет нехорошо. Можно так человека, знаете, высветить в таком негативном свете. Вот это будет скверно. Вот так его очернить. И это не обязательно выругаться. Нет, конечно. А вот что-то скверное вылить на него, вот грязью помазать, вот так нарисовать. Язык так изощряется. Мы знаем, что наш язык очень такой орган оточенный. Он может вырисовать, знаете, как вот вырезать что-то, но такую же карикатуру. И вот некоторые люди просто искусны в этом деле. Они других могут опорочить очень запросто. У них язык уже к этому приготовлен. Поэтому апостол Павел говорит, вот сквернословие, Христос этим не занимался. И чтобы нам подражать Ему, нам нужно отставить такой образ жизни, отказаться. Сказать, если я это раньше делал, я этого делать больше не буду. Никакой скверны не будет выходить, проходить через мой язык. Рома, что такое пустословие и смехотворство? Ну, во-первых, пустословие. Пустословие – это разговоры ни о чем. Вот просто сели, поговорили, семечки пощелкали. Знаешь, время прошло, или говорят, убили время. Как это убили время? Проговорили два-три часа. Ну, ни о чем. Разговоры, как бы, ни к чему не обязывают. Вот поговорили про погоду, про рыбалку, про затмение, про птиц, про прошлое, повспоминали. И, как бы, время прошло. Время прошло, и уже время пора расходиться. А что же я взял полезного? Полезного ничего. Пустота. Пустота. Если в разговорах не присутствует слово веры, слово назидание, слово от Бога, то все это пустота. Апостол Павел это называет ссор. Ссор. Если там нет соли, здравого учения, то это пустота, жизни не несет. Смехотворство. Смехотворство – это интересное слово, которое имеет такое значение, что вот вы смеете, знаете, когда человек говорит одно, вот намекает на какие-то вещи. Как бы сарказм. Нет, не сарказм, кстати, это слово, оно связано с намеком на, скажем, на аморальную жизнь. Вот именно уклон в аморальные отношения друг с другом или намеки. И вот бывает люди говорят не напрямую, да, а вот выражают своими словами, вот что-то говорят, а подразумевают как раз-таки активные вещи, подразумевают как раз-таки аморальные отношения. И вот это есть смехотворство. То есть они выражают это в такой форме, чтобы как бы посмеялись, посмеялись над словами, но все поняли смысл. То есть смеются об аморальных вещах, ну не говорится прямо, а говорится косвенно. То есть как бы лукавит чуть-чуть. Как бы, да, лукавит. То есть мы же ничего такого не сказали. А уже говорят, кто как, что там додумал у себя, знаешь, вот такой вот. Есть такие, к этому разряду относятся анекдоты, вот на эту тему. Они косвенно затрагивают аморальные вещи. Вот, как бы рядом проходят. Напрямую не говорится, но подразумевается. Вот об этом апостол Павел говорит, что такое, да будет удалено. Написано еще в другом месте, да будут ваши слова. Да, да, нет, нет. А то мы говорим одно, а вообще-то намек у нас закинутый на какие-то такие плохие вещи. Вот именно тут, говорится, имеется в виду негативные, нехорошие, моральные, греховные. Вот из того мира, с прошлого, греховного. Люди, бывает, как бы этими вещами не занимаются, но хотя бы поговорят на языке, намеками. И им это доставляет удовольствие. Вот об этом он говорит, да будет такое удалено. А напротив, благодарение. Вау, вот такое все сквернословие, пустословие, смехотворство, благодарение. Я думаю, те люди, которые собираются, им нечем заняться, то, ну есть такие люди. Вот, то апостол Павел говорит, а возьмите, начните хотя бы благодарить Бога за то, что вы вообще есть, что с вами произошло, что вы получили, что вы приобрели, какие благословения вы имеете, какие обетования вы имеете. И начните благодарить Бога за все, что вы имеете, за то, что у вас такая беззаботная жизнь, что вы сегодня не живете, не испытываете притеснений, как в других странах. Вас сегодня не гонят и не сажают в тюрьму за то, что вы читаете Библию. Да поблагодарите Бога за это. Сегодня люди позаедались. От жира они не знают, о чем им поговорить, ну хотя бы посплетничать. Поэтому апостол Павел предупреждает, давайте мы это все оставим, оставим и будем подражать Богу, будем подражать в благодарении. И дальше, вот продолжая список, он говорит, и блудни, и нечистые, и стяжатели, которые идолослужители, не имеют наследия в Царстве Христа и Бога. И так он говорит, что это не просто стиль жизни. Ну вот мы так живем, а вы так живете. В Царство Небесное человек не попадает. То есть это не просто, ну хочу подражаю, хочу нет. Итак, давайте мы еще раз посмотрим, чтобы нам не забыть этот список. Апостол Павел говорит, живите в любви. Итак, моя цель сегодня ни с кем не подсориться, никого, знаете, не зацепить, никого не унизить, не огорчить, а напротив, вот проявить терпение. Способен я на это или нет? Если я на это не способен, апостол Павел говорит в послании к Оринфянам, достигайте любви. Те дары, которые вы получили, развивайте. Развивайте, потому что мы служим друг другу дарами. Мы-то получили от Бога дары, нужно служить этими дарами. Если я дары не развиваю, если я не ревную, если я даже не знаю, какие у меня дары есть. Ревновать это развивать. Один ревностно относится к своим дарам, другой не ревностно. А получили все дары. Получили как минимум один дар. И апостол Павел призывает, ревнуйте, развивайте, узнайте, что у вас за дар. Узнайте, как этот дар нужно развивать. Что вам нужно сделать. Как нужно поспособствовать, чтобы Дух Святой проявился именно через ваш дар. То ли это терпение, то ли это долготерпение, смирение, уважение и так далее. То есть все эти вещи, если они у нас не проявляются, нам необходимо достигать, открыть Библию и задаться целью. Не хватает терпения. А почему? А почему не хватает терпения? Христос терпел. Я, Сын Божий или брат Христа, должен подражать Христу. Писание призывает. То есть я имею возможность проявлять те же самые дела, как и у Христа. Здесь, конечно, уже требуется наша и усидчивость, и настойчивость, и честность. Восьмой стих. Мы продолжаем. Вы были некогда тьма, а теперь свет. Поступайте, как чадо света. К сожалению, еще раз, мы сталкиваемся с негативными мнениями верующих людей. Они считают, или некоторые считают, что они не свет. Вот такое есть понятие. Будто бы человек полугрешник, полусвятой. Вот такая неопределенность. И эта неопределенность будет сбивать его с толку. Он не будет знать, так святой он или нет. Во свете он или нет. Если он не во свете, он не будет поступать, как Христос. Никогда. Никогда. У него в сознании, даже он не осмелится так думать, я буду поступать, как Христос. Он недостойный. Он сам себя поставил в недостойное положение. А если же он свет? А если же он родился? А если он омылся? Освятился? Очистился? Он во Христе. А если во Христе у него будет возможность поступать во свете, как здесь написано. Поступайте, как чадо света. Интересный тут момент. Именно написано свет в Господе. То есть, если мы во Христе, то мы можем поступать, как света. Мы будем светить. Что значит поступать, как чадо света? Свет или просвещение – это знание, это слово. Поступать, как чадо света – это жить по слову. Опять-таки, мы возвращаемся к базовым данным. Первое – это знание слова, понимание слова, разумение истины. Вот это должно быть. Без этого, как я буду поступать? Если я не понимаю, а я только получил список команд, должен, 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 должен. Но должен, я без знания не могу это сделать. Меня нужно научить. И мы ходим в церковь, и нас этому учат. Правда же? В церкви есть, в каждой церкви есть выделено время для изучения Писания. То, что церковь по воскресеньям проходит – это одно. Это проповедь, это откровение, как мы читаем. Но после, на неделе или даже воскресенье, люди собираются для изучения. Это отдельный день, это отдельное время, когда идет углубленное изучение Священного Писания. И вот в этот момент человек получает знание какой-то истины. И когда он получает это знание, тогда он начинает уже жить по этой истине. Тогда начинает жить, как чадо света. Дальше мы читаем 9 стих. «Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине». Благость, праведность, истина. Это как бы три условия, да? Не только три условия. Это апостол Павел подчеркивает, что и в этом тоже проявляется Дух Святой. Благость – это доброта. Доброта. Подражать Господу или подражать Богу – это значит быть добрым. Быть добрым. И вот можно посмотреть на свою жизнь. Насколько я, можно даже сказать так, лавлюсь добротой. Знаете, о вас люди говорят, кто вы такие. Говорят. Говорят, что вы невоздержанные. Или за кого-то говорят, вот это добрый человек, он может выслушать. За кого-то говорят, он злой. За кого-то говорят, он добрый. Так вот, как люди о вас говорят? Какая слава о вас ходит? Не то, что вы говорите, а то, что вы на самом деле являетесь. Говорим мы себе очень много и красиво. Мы сами себе уже повесили медали, кто мы есть. А вот что за нас говорят другие люди? Потому что написано, плод Духа состоит во всякой благости, во всякой доброте. Доброта у человека. Это не просто он отослал посылку своим родственникам раз в 10 лет. Он добрый по жизни. Добрые слова, доброе настроение, добрый голос, доброе поведение. Доброта. Когда его не увидишь, еще я так встречался, ты говоришь, когда этого человека не увидишь, он всегда добрый, он всегда готов и помочь, готов, говорит, да хоть в 2 часа ночи ему звонил, приедет, поможет. Вот такой вот человек. Да, есть такие люди и это проявление Духа. Вот таким людям нужно подражать. То есть, если вы видите, что у человека это получается, вы спросите, как ты этого достиг? Это же проявление Духа Святого. И я хочу, чтобы у меня было проявление Духа Святого. И так он вам научит, он вам подскажет и научит, как это сделать. Праведность. Плод Духа состоит во всякой праведности. Человек праведный, праведный перед Богом, нет осуждения. Внутри нет осуждения. Почему? А выше написано, он ходит во свете. Так слово говорит. Это его Господь научил. То есть, это уже касается нашего внутреннего понимания. Наш образ мышления будет. Человек внутри расправляет крылья. Я свободен, я праведный. Плод Духа состоит во всякой праведности. Во всякой праведности нет осуждения, нет подавленности, нет депрессии. Свобода, праведность. Он знает, что он угождает Богу своей жизнью. И это проявление Духа. Благость, праведность и истина. Ну, без истины никуда не деться. Опять человек, чтобы подражать людям или подражать Богу, мы можем это делать только через разумение, через познание истины. Иначе у нас не получится. Мы будем смотреть на людей, но у нас не получится, если просто мы смотрим и радуемся, и хотели бы вот так вот научиться. Когда есть люди, которые любят футбол, например, да, смотрят, вот футбол, вот как играют ребята хорошо. Но из-за того, что вы смотрите и радуетесь, и даже хлопаете, не делает вас спортсменами. Не делает. Посмотрели? Ну, хорошо. И забыли. Есть люди слушают проповеди так. Ох, такая проповедь. Ой, ох, он там дал. Там всех нас так держал два часа. Мы в таких переживаниях были. Ну, а дальше тебя это как-то изменило? Да нет, мы просто послушали. Хорошо, если это нас наталкивает на практическое действие. Если этого нет, ну, тогда это проповедь какая-то бесцельная. Поэтому без понимания истины мы не сможем подражать. Истина делает свободными. От чего делает свободными? От тех препятствий, которые нам мешают исполнить волю Божию. Истина, описано, освобождает. И мы можем. 15 стих этой же главы послания к Ефесянам. Итак, смотрите. Здесь апостол Павел как бы делает паузу, останавливает людей и говорит, внимание, внимание, тут будут особые слова. И вот он пишет. Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. И так не будь нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. То есть разумное служение. Только разумное. Только разумное служение. Он говорит, несите разумное служение. Некоторые люди, еще раз говорю, попадают в обольщение. Мы должны быть предельно внимательными. То есть если человек поступает неосторожно, он попадет в обольщение и попадет в нерассудительность, в неразумное служение. Это обольщение, это не от Бога. От Бога познание истины через рассуждение. Он говорит, смотрите, поступайте осторожно. Некоторые упустили момент осторожности. Они думают, ну раз человек раскрыл Библию, всему можно верить, все можно принимать. И вот этот момент очень опасный. Апостол Павел говорит, что вкрадываются, будут, придут. Христос говорит, придут. Будьте внимательны, будьте осторожны. Павел пишет, их учения будут распространяться как рак. То есть будут иметь негативные последствия на смерть. Все это будет. Поэтому осторожно, осторожно. В чем же проявляется осторожность? Вот эта осторожность является одним из пунктов подражания Богу. То есть, как я буду знать, что я подражаю Богу? Я познаю Его волю. Дорожу временем. Вот проходит день. Сколько я сегодня времени потратил на познание воли Божьей? Сколько времени? Временем каждый должен из нас дорожить. Молодой, средний, пожилой или уже в возрасте в преклонном. На пенсии или рабочий человек. Не важно. Апостол Павел пишет ко всем. Дорожите временем. Цените. Если у вас есть возможность изучать Писание, изучайте. Изучайте. Это в первую очередь. Познавайте, что есть воля Божья. Узнавайте истину. Если это для вас не является ценностью, то вы проходите мимо. То вы не в правильном положении. Вы не подражаете Богу. Вы не подражаете мне, говорит апостол Павел. Я бегу. Я двигаюсь с огромной скоростью вперед. Если мы сегодня не двигаемся, нам необходимо исправиться, поступать осторожно, дорожить временем, потому что дни лукавы, обманчивы. Вы знаете, всегда было такое опасное состояние потратить время на что-то другое. Интересно. Сегодня это интернет. Люди тратят много времени, увлекаясь играми, увлекаясь, чем попало в этом интернете. Они не дорожат временем. Это о чем говорит? Они не подражают Богу. Да, может быть, это люди невозрожденные. Но те, которые возрожденные, те, которые возлюбленные, услышав это слово, они подтянут свой поясок и скажут. Да, я мало времени уделял на изучение. С этого момента я буду немножко больше уделять. Помните, как пишет Петр? Я, говорит, знаю, что вы это знаете, но буду напоминать для вашего ободрения, для вашей трезвости, чтобы вы бодрствовали. Для напоминания. Напоминание – это хорошее дело. И вот те возлюбленные сегодня слушают и скажут, да, мы еще будем смотреть, мы еще будем время больше уделять для познания воли Божьей. И это, это нас сделает подражателями Богу. Мы будем узнавать Его волю. Узнаем волю, будем идти шаг за шагом. Вот, за Христом и за Богом, повторяя Его дела. Мы пишем, читаем Филиппийцам 3,8. Вот как раз-таки за жизнь апостола Павла. Он тут напишет так, да и все почитает четою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Сегодня у людей есть такие иконы, мини-иконы. Может быть, не на стенах, а в сердце точно. У них есть облики или лики святых, которым они поклоняются. Скажем так, очные или заочные. Но они у них есть. Допустим, православные, они открыто это поставили, икону, говорят, мы будем кланяться. Я встречался со многими верующими людьми, у которых эти иконы внутри, в сердце находятся. Это, они говорят, такой-то авторитет. Он сказал, все, я поверил ему. Думаю, интересно. Это, чем же эти люди отличаются от православных? Да ничем. Православные только немножко честнее таких верующих. Они говорят, мы открыто кланяемся. Верующие говорят, у нас образов нет, эти образы внутри. Мы им поклоняемся, мы за ними идем, они сказали, мы слушаемся. Я говорю, а если вдруг Писание не так говорит? Старшие знают, старшие знают. Я говорю, может быть, старшие знают, но вы-то не знаете. Вам-то не нужно, вдруг они неправильно. Вдруг они, если они не по Писанию, тогда что? Они за нас ответят. Вы знаете, я говорю, я уже такую фразу слышал когда-то. Гитлер говорил своим, что я за вас отвечу. То, что даже можно это услышать сегодня от верующих. Говорят, старшие знают, они разобрались, они ответят. Думаю, насколько все-таки можно обмануть человека? Насколько можно человека лишить воли? То ли страхом взяли, то ли человек по простодушию обманули. Но в сеть он попал однозначно. Если человек не ставит Слово Божие в авторитет, а ставит икону, ставит своего какого-то лидера, или пастыря, или пресвитера, или диакона, или руководителя, или служителя, неважно кого, какая бы эта икона ни была, если это человек, то все, человек пропал. Тот человек, может быть, правильно живет. Но мы должны идти не за человеком, а за верою, которая в нем. Вера-то от Бога. Если вера, тогда да. Тогда мы в разговоре не будем опираться на такого-то человека. Мы будем говорить, так написано. Сегодня, когда мы вступаем в такие дебаты, будем говорить, то люди говорят, вот наш там такой-то, такой-то человек сказал. А в противовес другой человек, а у нас такой человек сказал. А он такую книгу написал. А этот так выступил. Я думаю, а где же Писание? Почему не говорят? Вот Христос так сказал. Вот Христос так сказал. И тогда все эти остальные высказывания теряют весь смысл. Христос. Бог сказал. Неужели мы знаем больше Бога? Да нет, конечно. Поэтому не будем рассудительны, но будем познавать. И вот апостол Павел говорит, что на кого нужно равняться? Тот, кто превосходит в познании Иисуса Христа. Вот за такими людьми, вот на таких людей следует равняться. Сегодня люди много выдают, ну как бы свое знание за чистую монету, а дел нет. Да, вот будем тоже это иметь в виду, что должны обязательно быть дела, доказательства. Дела говорят, что есть вера. Если дел нету, то это пустое на пустом месте. Дела обязательно должны быть. И вот апостол Павел говорит, что я все почитаю читой ради превосходства познания Христа и Иисуса. И дальше он пишет, что равняетесь по мне. Таким образом, он нам дает направление, на кого нам нужно равняться. На тех людей, которые имеют превосходство в познании Христа, познании Христа. И это познание Христа приводит их к делам, к действиям, к любви в конечном итоге. Вот к этому призывает нас Писание. В конечном итоге, чтобы была любовь. Ну, любовь это обширная и отдельная тема. Они, мы уже говорили неоднократно, то есть мы о ней сегодня будем так только косвенно касаться. Так, время у нас бежит. Время бежит очень быстро, остается несколько минут. Если у вас есть желание позвонить, можете это сделать. Телефон в студии 429-7635. 429-7635. Мы сегодня говорим о подражании. Подражании людям, подражании Богу. Зачастую верующие люди попадают в обольщение в церквях. Они начинают подражать человеку и поклоняются человеку и ставят его выше Бога. То есть, они так не говорят, но по жизни, своими словами, они подчеркивают. Для них авторитет человеческий выше авторитета Божьего. Апостол Павел писал Коринфянам, говорит, что я вас обручил одному мужу, то есть обручил Иисусу Христу. Говорит, я ревную за вас. Как это так? Вашими умами, вашими головами, вашими душами управляют люди. Как вы могли поработиться? Как вы могли уклониться от Христа? Я, говорит, вас обручил. Я вас соединил со Христом. Представьте себе такую ситуацию, когда двое молодых поженились, живут вместе. Живут вместе, но они друг друга не слушают. Мне так научила мама. А муж говорит, а мне так научил папа. И я буду, как меня научила, как меня научили. И мы знаем, что такие люди долго не живут. Почему? Потому что они не знают друг друга. Они не подчиняются. Точно так происходит и с верующими. Если не подчиняются, жизни не будет. У нас звонок мы принимаем, пожалуйста. Приветствую вас, братья. Приветствую. Николай Максимович. Мы так и поняли. Подражать. Подражание. Для того, чтобы в спасении, Иисус Навин сказан, да не отходят все книги закон от устой, но получаясь день и ночь. Дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь благоуспешенным во всех путях твоих и будешь поступать благоразумно. Также апостол Павел Тимофеев советует, вникая в себя и в учения, занимаясь им постоянно. Ибо так поступая, и себя спасет. То есть это, ну да, и слушающих тебя. И слушающих. Подражать нужно Христу. Как Христос нас учил, как Он жил, как Он действовал, так и мы должны. В отношении религиозности Корнилий, вон какая характеристика его положительная была. Ну, недостаточно для спасения. Поскольку его жизнь такая христианская, то ангел пришел, сказал, Господь поручил ангелу, чтобы он призвал Петра, и он скажет тебе слова, которые он спасет, что это и весь дом твой. Какие же слова-то? Познакомил их с Иисусом Христом. Так что дела не спасают. Да, дела не спасают, дела свидетельствуют. Да, свидетельствуют. Но вера должна сопровождаться делами. Аминь. Дела без веры мертвы и вера без дел мертва. Спасибо, Николай Максимович. У нас остается несколько секунд, мы будем заканчивать. Ага, ну, всего доброго. Спасибо большое. Успехов вам во всем. Итак, наша передача подходит к концу. Желаем всем вам благословений, желаем всем вам трудового дня, трудовой ночи. Будем подражать Господу. Время есть. Это можно начинать прямо сейчас. Да поможет нам Господь. Еще раз вспомни то, о чем мы рассуждали. Прочитайте пятую главу Киевисянам. И да поможет вам Господь подражать Ему для того, чтобы нам угождать Ему во всем. Время передачи наше подошло к концу. Желаем вам благословений. Оставайтесь с Богом. До следующей встречи. Благословений всем. Окружи меня молитвами своими. Сейчас, когда пойду один через темноту. Совершая путь указанным не Богом. В дом Отца родимую страну.